приветствую вас друзья с 23 октября по 6 ноября стартует у нас ваффентрагер вызов где снова у нас будет режимчик где гонщие с ваффентрагером будут друг за другом гоняться гонщие будут пытаться перегрузить генераторы чтобы получить плазму и усилиться на 25 процентов четыре раза а ваффентрагер будет им мешать попутно стреляя по этим самым гончим и когда он будет их дамажить будет заполнять какую-то там энергию которая заряжает молот карны это какое-то новое умение в общем будут там веселиться также у нас будут задачи и для рандом чека там победить пять раз и в этом режиме будут задачи и для ваффентрагеров и для этих гонщик можно будет и маленькие ключи получать и большие также у нас будет прогрессия которая будет заполняться выполняя задачки где можно будет получать награды также иногда будет попадаться блиц трагер если такое чудо-юдо вы победите это воффентрагер желтыми полосками на котором будет играть либо разработчик либо приглашенный какой-то человечек то вы получите анимированный 2d стиль венец творения в прогрессе вы за выполнение различных задачек сможете получить боны стартеры гонщик и инженера реле зажигания который дает скидку особого портала с танком элементы внешнего вида и члены экипажа уникальные это все понятно это все мы поняли конечно без нескольких высших образований тут разобраться тяжело но в принципе более менее все понятно итак теперь переходим к порталу гончих в портале гончих у нас в основном различные ресурсики серебро от 20000 до 100 тысяч резервики там на опыт на опыт экипажа на свободку демонтажные наборы слоты ангара сейчас слот ангары вообще вроде за серебро можно теперь покупать они как награда смотрится ну так себе вот если по те лишние слоты потом можно было бы продавать или запихивать их хотя бы в конструкторское бюро или не знаю если мы годами будем собирать эти слоты в ангаре я думаю их может быть слишком много лишних но это не точно очень странно что нету резервов на серебро под за жопе или что-то также расходники есть тут большие и дни прямо от 1 до 7 также 15 процентов шанс что выпадет что-то из кастомизации из 2d стилей тут есть и новые и старые центральный процессор сфора охотник за молниями перегруженная сеть разряд чертеж многоцветный графитовый многоцветный латунный я так понимаю тут есть стиле и есть просто камуфляже их там по 9 штук будет давать что вы могли обмазать свой танчик сами а также декальки по 6 штук внимание гонщие и как новенький в портале инженера нас ждут со 100 процентной вероятностью что-то одно выпадет либо 750 тысяч серебра либо 14 дней према либо 30 дней према снова засыпает нас днями према у меня допустим там полторы тысячи дней мне бы их когда-нибудь доиграть тут еще наваливают но в принципе если не покупать и не получать эти дни према то может быть когда-нибудь я дойду до конца этих дней према но это не точно также тут есть еще резервы по 15 штук на свободку на опыт просто на опыт а также 10 на серебро видим что тут на серебро есть но опять же под зажопили не 15 как тех а 10 штучек также всякие универсальные штуки для прокачки экипажа и с очень маленькой вероятностью может выпасть танк 10 уровня ведьмак это польский тяж 10 уровня в 3d стиле не понимая я до сих пор что там такого ведьмачьего но что-то там ведьмачье есть это медленный бронированный тяж очень такой плотный правда в рандоме моего встречали и у него нлд дыряются как масло по крайней мере голдой но это был еще тест непонятно на релиз в каком виде он там вышел также есть 20 процентная вероятно что выпадут следующие стили электрочип свора deus ex машин и высоковольтное оборудование вот эти новые 2d стиле кстати некоторые прикольно даже выглядят также тут есть еще декальки след гончих перегрузка сети ну и на твп тематический 3d стиль в стиле гончего аж 8 процентов шанс что может выпасть прем танк их тут всего 12 штук то есть помимо того что может выпасть этот самый десятого уровня ведьмак новый танчик так еще и могут выпасть эти прям танки что тут за прям танки есть девятого уровня немецкая пт-шка к джей пт-3 и к 91 122 ну к 91 122 не свежий уже все видели этот танк а вот немецкая пт-шка там с барабаном три снаряда с дозарядкой я так понимаю по ходу на бумажная хорошо опускается пушка есть башня в общем очередное пт добро пожаловать очень мало пт-вери также из новинок еще есть танк 8 уровня объект 265 т это советский жирненький тяжелый танчик я так понимаю с кривой пушкой но толстой броней ну и дальше идут старички которые в игре уже давно леший это клон су 130 pm g4 10 10 fb недавно мне в команде попались три штуки и все с нулем сырали реально молодцы вайпер итальянская пт-шка с дозарядкой итальянская пт-шка также арене от с которым по-прежнему не могут совладать средние раки к в 4 турчанинова который был в прошлых новогодних коробках 122 т.м. 56 т.п. лансен c это все старички очень старенькие так себе но и чарлорд ap 58 который тоже был в прошлых новогодних коробках состав танков вот такой вот прям супер плохих танков нет как иногда бывает но и самых желанных танков тут тоже кот наплакал есть какие-то там новички есть пару хороших танков но не более прям какой-то яркой необходимости это все брать я прям сильно не вижу тут всего пару прикольных танчиков остальные все плюс-минус в балансе посередине либо чуть выше середины но в целом на них на всех можно играть они все играбельны прям чего-то ужасного или плохого тут нет все зависит от того какие танки у вас в ангаре уже есть по поводу новых танков ничего не понятно я на них ни разу не играл понятное дело что этот ведьмак польский 10 уровня 4 гусеничный с отличной лобовой броней и круговой броней с понятными уязвимыми зонами танк также относительно динамичный чтобы это не значило по словам разработчиков которые писали о нем ну и мощное орудие сначала будут выпадать вам танки которых у вас еще нету из этих самых порталов инженера если вы 14 стартеров инженера потратили и вам не выпал танк то на 15 гарантированно вам он выпадет так еще и шанс выпадения прям танка 8 процентов это чё-то прям как-то жирно неожиданно там каждый стартер будет стоить неведомых денег что ли непонятно пока сколько там цена но что-то как-то уж больно щедро от лесты такого не ждешь я жду где-то подвох но пока не понял где он неужели они сделали впервые не жадно и можно будет за небольшое количество порталов получить танк а вот сколько они будут стоить непонятно если у вас все танки уже есть и вам выпадет из портала еще то что у вас уже есть то я так понимаю у нас 50 процентная компенсация в золоте также можно еще получить 100 процентов танк этот вз 46 польский тяж 10 уровня но без стиля гарантированно за 30 стартеров инженера если использовать реле зажигания я так понимаю одно реле дает нам скидку в три стартера инженера то есть у нас изначальная цена этой десятки 30 стартеров инженера если мы максимальное количество а это 5 реле зажигания используем то 5 на 3 15 мы сэкономим на 15 стартерах и он нам обойдется это танк 10 уровня не в 30 стартеров а в 15 то есть каждая реле дает скидку в три стартера короче я надеюсь вы поняли всю эту мишуру очень много всего навалились сюда тут надо быть прям философом с 30 высшими образованиями чтобы разобраться в этой все чепухи по сути все просто есть режим с микро заданиями и наградами и есть еще стартер маленькие с помойками и большие с прям танками тоже есть еще у нас отдельно где за стартеры можно сразу получить десятку но можно сэкономить напихал туда эти самые реле какие-то принципе все можно было так рассказать за 2 секунды пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока а